в то же время нашими русскими, о чем свидетельствует ниже приведенные результаты сравнительного анализа. Это вторая часть доклада, учитывая, что ограничен временем, я не привожу ее. История народа, это все знают, это история его языка и письменности. Не буду читать, что сказал Великий Ломоносов в книге «Древняя российская история от начала российского до кончины великого князя Ярослава». Прочту, что сказал католический аббат Бенедитинского монастыря Мавра Рубини. Он написал книгу в 601 году, которая сразу попала в запретные списки книг папы. Сочинение «Славянское царство». Русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные народы мира. Империя мужеством своих воинам тысячи лет держала всю вселенную в повиновении и покорности. Русские всегда владели всей Азикой, Африкой, Персией, Египтом, Грецией, Македонией, Лирией, Моравией, Шленской землей, Чехией, Польшей, всеми берегами Балтийского моря, Италией, другими странами и землями. Это по поводу того, чей был Крым и тогда. Научно-исторические предпосылки возникновения протославянской письменности. Основной причиной возникновения протославянской письменности, грамоты, является попытка в связи с воздействием внешних климатических факторов, скорее всего, оледенения континента, современного названия евроазиатского континента, законсервировать и изберегать знания, заложенные в даре речи. Распалась привычная среда обитания людей. Ареал Россеева, некогда единого народа, оказался настолько пространным, что на долгие столетия прекратились всяческие контакты и взаимосвязи между родственными племенами и группами. В результате произошло риское падение нравов людей, которое ранее ценилось прежде всего, ибо язык, то есть, ценилась раньше духовная часть. Ибо язык сохранил два таких понятия, как «люди» и «нелюди», «гои» и «изгои». Племена элиты стремились сохранить дар речи, и заложенный в него полный круг знаний. Стала строить необходимость, письменность, грамотиться, зафиксировать основные правила существования людей на земле, их знания, нормы, этики и морали. Спаяние два слога-корня, «гра» в слове «гра» и «матица», «г» – огонь-энергия, «ра» – это солнечный. Бог солнца, ну, Египт и знает, означает слово «лого-звук». Звучание – это вибрации. Его возникновение можно отнести к периоду крамоления, где люди «к-ра» – к Богу солнца, моли – это молю я. Когда люди сообща молились солнцу, «гра» или, то есть это пели, восклицали каором, «матица» – это вообще-то у строителей, это поперечная палка в доме, удерживающей потолочное перекрытие. Внизу этого слова есть материк, матка, то есть пчела матки, у женщины. «Мать» – это манящая, ты это тверь. В результате граматица – это перевод звукового ряда словом в материально зримое, связямое качество, способное безопасно хранить суть явления, проявления материи. По сути, своя издалкослоговая система письма – это образы, которые можно читать, проявлять и совершать обратный процесс, переводить в «гра» – энергию. Это связано с голографией, в том числе и звука, и букв, и буквиц. Ну, это уже будет тема следующего доклада «Начинаешь без дар». Спасибо за внимание.